Здравствуйте! Я вот хочу перед вами покаяться. Я сделал видео про немецкую военную технику времён Второй мировой войны. Ту самую военную технику, она была не завершена во многих отношениях, не доведена до ума, но потом её доводили до ума, вот эти идеи использовались долгое послевоенное время. Я тут опустил, упустил, не опустил, а опустил, упустил несколько объектов военной техники, которые, ну, в общем-то говоря, если и не пошли на доводку, ну, вполне себе определяли лицо немецких вооружённых сил, немецкой военной техники. Ну, во-первых, это 88-мм орудие. Оно первоначально разрабатывалось как зенитное, поэтому не ставилась задача, ну, так сказать, иметь этому орудию в боевом положении, так сказать, низкий силуэт. Оно должно было стрелять по самолёту и действительно успешно стреляло. И во время уже войны она долетала где-то до 15 километров, снаряд поднимался, то есть вполне себе был эффективен против зенитной артиллерии. Но в то же время эти стволы, эти пушки использовались для борьбы с танками. Вот, понимаете, такая нелепая большая пушка, совсем не похожа на классическую противотанковую, такую, знаете, низкая посадка почти по грунту, стелется ствол, и вот, значит, чтобы его издалека не было видно. А это орудие особенно не нуждалось в том, что его не было видно издалека. Пожалуйста, смотри. Дело в том, что она эффективно пробивала броню танков, всех самых даже мощных танков, с расстояния где-то полтора километра. Имеется в виду самые мощные танки, это, например, танк советский Иосиф Сталин-2, ИС-2. Вот, это вот самый мощный, наверное, танк, который противостоял. И где-то вот, ну, на километре точно пробивала. Ну, а все прочие танки, ну, просто, короче говоря, в пределах видимости только танк появляется, а, в общем, видимость на Европейском театре военных действий не очень большая, вот, ну, дай бог полтора-два километра, то всё, он уже эффективно и поражает. И выстрел достаточно точный, и снаряд достаточно быстрый, у него где-нибудь две с половиной скорости звука, начальная скорость, вот, их снабдили, естественно, уже и противотанковыми снарядами бронебойными подкалиберными, ну, всё по полной программе. Вот, это был очень, действительно, важный элемент. И когда мы говорим о победе во Второй мировой войне, не забывайте, что мы в том числе победили, потому что значительная часть этих орудий, этих стволов стреляла не по танкам нашим или наших союзников, а охраняла покой немецких городов, стреляла, значит, туда вот за облака, где пролетали британские и американские самолёты, которые бомбили объекты здесь, да, вот, вот они для этого были, для этого были востребованы. Кстати, это орудие 88-мм успешно было установлено на очень мощный, с очень мощным бронированием изделие такое, скажем так, самоходная артиллерийская установка. Мы обычно её называем, так сказать, Фердинанд. Фердинанд, на Западе ещё встречается название слон, элефант, да, вот, ну, как хотите, так и называйте, но Фердинанд, он и есть Фердинанд, знаменитейшая, значит, установка, воспетая, так сказать, в советской литературе военных лет, такая установка, которая, в общем-то говоря, благодаря, в общем, прочной броне, и броню туда использовали, их было немного выпущено, кстати говоря, броню использовали из резерва, так сказать, военно-морских сил немецких, ну, им уже было неактуально бронированные корабли, во флоте шло, использование в основном подводных лодок, так сказать, субмарин, вот, ну, вот, они пошли на эту броню, феноменальную и прочную. Готовили это дело к, так сказать, Курской битве, операции «Цитадель», как и называлось это у немцев. Вот, ну, в принципе говоря, вот такое вот бронированное чудовище с кормовым расположением вооружения, оно, в общем-то говоря, это одна из классических стала компоновок, которые вот в дальнейшем использовались, использовались в вооружённых силах. Так, и, наверное, самое главное, что я ни про что и не сказал, это шестиствольный миномёт. Шестиствольный миномёт был, как вариант, пятиствольный миномёт. Шестиствольный, там что-то с 150-80,5 мм, калибр, а пятиствольный, по-моему, 210 мм. Был ещё вариант, по-моему, чуть ли не двенадцатиствольный миномёт, значит, несколько труб. Значит, чем это? Это система залпового огня, реактивная система залпового огня, РСЗО. Чем она отличалась от нашей системы, которую мы обычно называем «Катюша». Кстати говоря, эту немецкую систему наши солдаты окрестили «Ванюша» по аналогии с «Катюшей», или иногда их называли «Скрипали», что они так вот скрипучий звук издавал снаряд при полёте. Значит, чем они отличались от нашей системы замечательной «Катюши», которая действительно огромную роль сыграла в Отечественной войне? Кстати, такие же аналоги «Катюш» в своё собственной разработке использовали и наши союзники в Европе. «Катюши» монтировались и на кораблях, вот эти пусковые установки. Что они себе представили? Направляющие, к которым крепятся оперённые ракеты. Это вот наша «Катюша» и, соответственно, реактивная система залпового огня наших союзников. А вот тут была принципиально другая. Эти ракеты запускались из труб. Это были ракеты неоперённые. Во время движения, значит, там твердотопленный двигатель, и во время движения им конструкция сопил этого двигателя, они были под углом направлены несколько к оси симметрии ракеты, а им продавалось вращательное движение. Вот эта вот вращающаяся такая вот ракета со скрипящим звуком, она обладала большей точностью. Значит, ну, большой роли они в войне для немцев не сыграли, хотя, конечно, применялись, что там говорить. Смертоносные были вполне себе. Но в обидейном плане вот это как раз все существующие системы залпового огня послевоенные, а это прежде всего наша система, значит, ГРАД, как там, по-моему, УРАГАН, да, вот такие вот системы, они все базируются на вот этих вот трубах и вращающийся снаряд. Но снаряд вращается не за счёт там направленных под углом сопел, значит, двигателя, а за счёт оперения, складное оперение, при выходе с трубы оно раскладывается, и, соответственно, оно направлено под углом и придаётся вращение снаряду, не очень быстрое, но стабилизирующее его, да. Вот это вот уже даст... Вот эта вот идея была заимствована, вот, так сказать, впервые опробована, да, вращающейся снаряду немецкими системами, но оказалось, что нет смысла придавать ему такие сложные, значит, формы. А вот это вот удачное сочетание вращений, стабилизации вращением и наличие, значит, аэродинамических стабилизаторов в хвосте снаряда, оно позволяло делать очень длинные снаряды, соответственно, дальнобойные, потому что горит долго топливо. Вот. Кстати, обратите внимание, что вот эти вот вращающиеся снаряды, это, наверное, были первые вращающиеся ракеты, потому что, вообще говоря, система залпового огня, но, если честно сказать, они были известны ещё с каких-то незапамятных времён. Незапамятные времена, это значит, их применяли в Индии до покорения её колонизаторами британскими, ну и, в общем-то говоря, и после покорения британскими колонизаторами их приняли, так сказать, в оборот взяли британцы. Конгрив или Конгрев, я не знаю, в моё детство и так, и так он в книжке писался, это был разработчик, так сказать, британского оружия. Всё очень просто. Значит, пороховая ракета, которая может там иметь зажигательный состав, например, и к ней прикреплена длинная шест, которая играет роль стабилизатора. Вот. Ни хитрить, ни мудрить ничего, вот их запускали. Кстати, их использовали как систему залпового огня. Во время наполеонских войн британский флот с помощью этих ракет сжёг Копенгаген. Они таким образом постарались повлиять на Данию, чтобы она не стала союзницей Наполеона. Ну вот, убоявшись этих вот, значит, обстрелов, бомбардировки, это как тогда называлось, вот они вот не вступили в войну. Вот. Ну, извините меня, что я не включил в тот свой рассказ рассказ про шестиствольный миномёт и вот это вот орудие 88-мм. Ну, кстати, обратите внимание, у нас были пушки 85-мм, которые потом стояли на танках, и, соответственно, более длинный калибр это были вот полевая артиллерия. Так что, вот, как-то так, как-то так, как-то так, как-то так, как-то так. Вот, видите, как дело было. Ну, вообще говоря, вот эти 88-мм немецкие пушки, они сами называли их 8,8 сантиметра. У них, кстати, калибры были в сантиметрах. У нас в миллиметрах, у них в сантиметрах. Система СГС – это немецкий порядок, Ордунг, понимаете. Вот. И они, конечно, сыграли во время войны огромную роль. И, в общем-то, наверное, из-за них вот немецкие города попали под удар бомбардировщиков с тем, чтобы, значит, оттянуть вот эти вот орудия с фронта, чтобы они били не по танкам, а вот стреляли по бомбардировщикам, фактически беззащитным от этого огня. Но зато эти бомбардировщики сыпали бомбы на беззащитные города. Вот только вот эти вот пушки стреляли по лезшим на рожон бомбардировщикам. Имейте в виду, что очень немногие бомбардировщики, очень немногие экипажи бомбардировщиков сумели налетать 25 вылетов. Это были далеко не все. То есть вот они вот так вот клали свою жизнь на алтарь общей победы. Имейте это в виду. Вот, когда 9 мая у нас день, обычно, в мае время это была минута молчания в 6 часов вечера, и тогда поминали в том числе и солдат антигитлеровской коалиции. Спасибо вам большое за внимание. И самое главное, в конце вот у меня, некоторым говорят, нам больно это слышать. А что вам больно? Жд денег, что ли, жалко? Заплати немножко, и боль кончится, да? Вот я прошу у вас денег всегда, попрошайничаю, для того, чтобы я мог работать. Ну, говорят, для развития канала. Ну, какого там канала для пропитания, проживания? Хотя, ну, тоже вот свет есть, это тоже на ваши деньги куплено. И камера, и все, что хочешь. И тут я подумываю, они завести ли новый компьютер, чтобы можно было стримы вести так, чтобы вот... Ну, в общем, вы понимаете, ОБС там какой-то называется. Вот, внизу есть номер сбербанкской карточки, номер счета Сбербанка. Туда вы можете, прошу вас туда регулярное перечисление запланировать на счет. Есть Donation Alerts. Это, значит, такая вот ссылочка, по ней пройдя, можно донатить мне из любой точки мира, насколько я понимаю. Есть ссылочка, пройдя, по которой можно стать моим спонсором его канала на Ютубе. PayPal, международная система. Яндекс.Деньги, теперь они называются YouMoney. Kiwi кошелек, кошелек ВКонтакте. Все это вот у меня, значит, имеет место быть внизу, все эти ссылочки. Кстати, можете подписаться на меня, задружить со мной и переписывать, лучше всего переписывать со мной ВКонтакте, между прочим. Я точно тогда вот это вот прочту и точно отвечу. Вот, ну, понятное дело, если там будет требоваться ответ. Ну, по крайней мере, точно прочту. Ну, жду от вас денег, товарищи. Не стесняйтесь, присылайте деньги. Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok